Пятница вечер, Кишинев. В городе много людей спешат с работы. Нескольких останавливаем. Спрашиваем про закон о сепаратизме. Многие слышат о нем впервые. В новом законе пять статей сепаратизм, угроза национальной безопасности, заговор против Молдовы. Появились понятия незаконная информационная структура и антиконституционный субъект. Все максимально размыто. В поправках никакой конкретики, а наказания реальные. Штрафы и тюрьма до 20 лет. Будут подтягивать тех, кто сегодня думает не так, как этого хотелось бы властям. Закон, я думаю, будет нацелен против тех, кто сегодня каким-то образом мешает плану официального Кишинева идти в сторону Румынии. То есть будут наказывать любое инакомыслие. Как и на левом берегу Днестра, так и на правом. Очень строго, очень отрицательно. Потому что должна быть демократия. Должны все высказывать свое мнение. И чтобы никаких репрессивных мер не принимали. В Гагаузии, в отличие от Кишинева, новый закон изучили. Подробно. Уничтожить народ. Вот в чем цель. Пускай штрафуют всех и никто не платит. Что будут делать? Убивать будут что ли? Пускай убьют. Родилась и росла в этой земле. А ходить не могу. Спокойно. Почему-то. И без закона о сепаратизме в Молдове проблем хватает. За прошлый год рекордная инфляция более 30%. Дорогая коммуналка. Счета четырехзначные. Газ 30 лев за кубометр. Вода по 11. Свет 4 лея за киловатт. Газ 7 тысяч за месяц. Все дорого очень. Я пенсионер. 70 лет. Но работаю я и супруга. Цены, как в сказке, у нас растут каждый день. Каждый день растут цены. Вот сегодня я получила 2 тысячи лей пенсии. Купи. Вот что я купила. Что купили, сколько потратили? Вот я потратила вот сюда 700 тысяч. А тут нечего еще кушать. Я каждый месяц у меня 1000-1200 уходят на услуги. А как живете-то? Как живу? Благодаря соседям и благодаря моему сыну, что живет в Питере. У официального Кишинева другие заботы. В Молдове продолжают курс на сближение с Румынией. Только вот людей никто не спросил. СМИ Молдовы должны выпускать больше программ на румынском. Для гагаузского ТВ как минимум 25%. В прошлом году недобрали несколько часов. Штраф. 10 тысяч леев. Больше проблем и у нынешнего директора гагаузской телерадиокомпании. Как стал директором, выезжал 4 раза за границу. И 4 раза, непопонятным моментам, мы на минут 30-40 просто меня задерживали. Паспорт мы поставили, пробили, я выбил красным. Соответственно, сотрудники там не указывали, почему я в красном. Только эта партия уйдет с арены, то есть власти на будущих выборах, я не думаю, что народ Молдовы за них будет голосовать, как этот закон автоматически их будет бить, их в тюрьму сажать и так далее. А сейчас они наоборот постараются использовать этот закон против гагаузов. И не только. Против всех, кто выступает против политики европеизации, против политики этой... Вы не боитесь попасть под суд? Мы давно перестали бояться. Поправки в уголовный кодекс должна подписать лидер Молдовы Майя Санду. После закона сепаратизма вступит в силу. И тогда уже вопрос, сколько уголовных дел возбудят в Кишиневе? Десятки, сотни или тысячи?